Живя в современном мире, мы ежедневно знакомимся с массой новой информации, достоверность которой порой ставится под сомнение. Сегодня нам говорят, что бананы растут на пальмах, а на следующий день начинают убеждать, что это трава. Или, к примеру, мы всю жизнь думали, что волки водят на луну, а в итоге оказывается, что все это чья-то выдумка. И это происходит повсеместно, и собаки, к сожалению, тому не исключение. Ведь, прочитав на первый взгляд интересную колонку о том, что теплый нос у собак это признак болезни, мы даже не задумываемся перепроверить достоверность информации, что уж говорить о том, что мы просто начинаем свято в это верить. Так давайте же ударим по безграмотности, разоблачив 10 заблуждений о собаках, в которые верят подавляющее большинство людей. Но перед этим небольшая реклама. Хочешь окунуться с головой в суровый мир викингов, где господствует Сила и Свобода в настоящем 3D и с настоящим духом игры из 90-х и начала нулевых, то Vikings War of Clans тебя уже ждет. Стань предводителем многочисленной армии, приведи свои войска к победе и докажи, что ты самый могущественный завоеватель среди более чем 20 миллионов игроков. Пробуди своего викинга, установи игру по ссылке в описании, получи 200 голды, бесплатный щит и свое место в Альхаре. Многие люди ошибочно полагают, что собаки не различают цвета. На самом деле, кроме черно-белых тонов, они хорошо различают желтый, синий, фиолетовый и их оттенки, а вот красный, зеленый и оранжевый им недоступны. У собаки, как и у человека, на сетчатке глаза есть колбочки и палочки, но у людей есть еще и центральная ямка, благодаря которой наше зрение острее, чем у собак. Благодаря большему количеству палочек, на сетчатке, зрение собаки сильно обостряется в темноте. Чего нельзя сказать о человеке. Собаки коммуницируют с миром посредством хвоста. Именно с его помощью они выражают эмоции, поэтому, чтобы достичь понимания, изучите движение хвоста вашего любимца. В моменты счастья собака не просто будет вилять хвостом, все ее тело будет извиваться. А вот если ваш пёс замер с поднятым вверх хвостом и виляет им медленно, то он проявляет осторожность. Когда так делает незнакомая собака, то лучше держаться от нее подальше. Когда же хвост опущен вниз и двигается очень быстро, скорее всего, животное готовится к нападению. А если ваш любимец и вовсе не виляет хвостом, это может говорить о том, что он в расслабленном состоянии. Чем крупнее порода, тем дольше будет жить. По факту, получается совсем наоборот. Представители мелких пород, например, чихуахуа или такса, живут до 15 лет, а крупных типа аляскинского маламута до 10. Гигантские собаки типа синбернаров живут и того меньше, от 5 до 8 лет. И эта закономерность противоречит остальным представителям животного мира, ведь обычно чем крупнее особь, тем дольше ее продолжительность жизни. Летучая мышь-шмель, к примеру, самая маленькая из известных млекопитающих, живет в среднем 5-10 лет. А синий кит, самая крупная млекопитающая на Земле, и может дожить чуть ли не до 100 лет. Ученые предполагают, что прямая зависимость между размером животного и длительностью жизни связана с использованием энергии. Обмен в клетках крупных животных происходит медленнее, чем у маленьких. Почему же у собак по-другому? Основная причина этого явления быстрый рост в первый год жизни у крупных пород собак. Одна из самых больших собак, датский док, развивается в 5 раз быстрее человека. Интенсивный рост в юности основная причина непродолжительной жизни больших собак. Есть мнение, что зрение у собак устроено так, что они не способны различать изображения на телевизорах с плоскими экранами. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Телевизор из старого типа продуцирует изображение со скоростью 24 кадра в секунду, поэтому человек воспринимает картинку как подвижную. Дело в том, что частота слияния и мельканий, то есть количество кадров, которые необходимы человеческому кадру в секунду, чтобы воспринимать кадр как единое целое, примерно 16-20 в секунду. У собак этот показатель выше, от 40 до 80 кадров в секунду. Поэтому при просмотре плоского телевизора они видят простое мигание. А вот со современными телевизорами дела обстоят куда лучше. Частота мелькания кадра у новых телевизоров выше, поэтому вполне вероятно, что собаки могут различать изображение на экране телевизора, даже если он и плоский. Ученые пока не пришли к единому мнению, видят собаки сны или нет. Но исследования показывают, что у собак в стадии быстрого сна глазное яблоко двигается, как у человека, которому снится сон. Сновидения, как мы знаем, напрямую связаны с долгосрочной памятью, а у собак она хорошо развита. А как же кошмары? Никто не знает наверняка, снится ли собакам плохие сны, так как в науке в принципе неизвестно, могут ли эти животные видеть сны. Те, у кого есть собаки, знают, что они часто скулят во сне и дергают лапами, поэтому создается впечатление, что любимцу снится что-то тревожное и лучше его разбудить. Собакам очень важна стадия глубокого сна для хорошего здоровья и физического развития. Собаки могут дремать до 16 часов в день, но на глубокий сон приходится мизерная часть от этого времени. Вам может показаться, что вашему пёсику что-то снится на самом же деле, он просто в стадии глубокого сна, нарушение которого негативно влияет на общее здоровье вашего питомца. Так что лучше пёсика не будить. Состояние носа не всегда может помочь правильно идентифицировать здоров ваш любимец или нет, ведь оно может меняться под влиянием внешних факторов, таких как уровень активности, окружающая среда, да мало ли что ещё. Собака с мокрым и холодным носом может быть серьёзно больна так же, как и собака с сухим и тёплым. Когда в следующий раз вы заметите, что нос вашего питомца тёплый и сухой, не поднимайте панику, может он просто отдыхал на солнце. Лучше всего состояние здоровья показывает аппетит, необходимость пить жидкости и поведенческие привычки. Поэтому, если вы заметите изменения в поведении вашего любимца, то лучше проконсультироваться со специалистом. Всем известно, что собакам нельзя есть сладкое, но мало кто задумывается, что любая другая человеческая еда может принести не меньше вреда. Например, Бекон Большинство людей уверены, что бекон безвреден для собак, ведь это мясо, а оно снова рациона этих животных. Но в свиньи немного жира, а это может вызвать панкреатит и нарушить выработку пищеварительных ферментов. Панкреатит сильно снижает активность поджелудочной железы и может привести к нарушению в процессе пищеварения. Поэтому в следующий раз, когда вы будете завтракать, а ваш пёс будет смотреть щенячьими глазами, не поддавайтесь на провокацию. Позаботьтесь о здоровье вашего любимца. Английский бульдог Одна из самых легко узнаваемых пород. Кроме того, эта порода часто ассоциируется с важными фигурами в истории Великобритании, например, Уинстоном Черчиллем. Кроме внешности, у этой породы есть еще длинный список проблем со здоровьем. Первый в списке брахицефалический синдром, который часто бывает у собак с короткой шеей и плоскими ноздрями. Препятствие при прохождении воздуха по дыхательным путям вызывает постоянный храп, так как им приходится бороться за каждый вдох. По иронии судьбы, такую форму мордой селекционеры вывели для облегчения дыхания, но получилось все наоборот. Изначально эту породу выводили, чтобы травить быков. Считалось, что это придает мягкость мясу, так как кровь разжижается. Свято веря в то, что это правда, в разных регионах Англии быков массово отправляли на травлю перед тем, как умертвить. Короткая и плоская морда помогала бульдогу дышать в процессе травли. Собака могла буквально висеть на быке и при этом дышать. Как видите, у бульдога именно такая внешность, какой ее задумал человек. Правда, собака сильно страдает от такой формы морды. Этот факт, пожалуй, больше всего расстроит любителей собак. У людей, как мы знаем, объятие это признак любви, гостеприимства и много всего еще, поэтому люди переносят это действие и на собак, чтобы показать свою заботу. Собаки интерпретируют подобные жесты по-своему. Если вы кладете руку на собаку, для нее это означает, что вы доминируете. Правда, это правило распространяется не на всех. Ощущение собаки в момент объятия напрямую зависит от ее личности. Если вашему питомцу это не нравится, он, несомненно, это продемонстрирует. Но не переживайте слишком сильно. Даже если вы обнимаете любимца слишком часто, он не станет хуже относиться к вам, а будет любить вас, как и прежде. Обычно считается, что единственной целью того, почему собаки едят траву, является провоцирование рвоты, чтобы очистить желудок от чего-то вредного. На самом деле, подобное случается редко. Менее 10% собак, которые едят траву, оказываются больными. Иногда собаки едят траву из-за состояния, называемого пикацизмом, в результате которого животное испытывает тягу к чему-нибудь, содержащему питательные вещества и минералы, которым им недостает. Пикацизм также может наступить в результате скуки, из-за чего собака начинает есть странные несъедобные вещи, такие как, например, кусочки засохшей краски. Еще одна причина съесть траву, определить, кто был на этой территории раньше. Но на самом деле, ваш любимец может просто любить вкус травы. Ведь у нас с вами тоже есть кулинарные предпочтения, так почему бы траве не быть любимым блюдом вашего пёсика? В любом случае, предположение о том, что собаки едят траву только тогда, когда они больны, является ошибочным. Теперь я надеюсь, вы смогли лучше узнать своего пёсика. Я, конечно же, понимаю, что для многих, кто не просто наткнулся на этот видеоролик, эта информация не в новизну. Но все же пусть будет. Все-таки посыл видео не только в заблуждениях, ведь скорее всего вы, просматривая видео, вспомнили своего дружка, а может и не только. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся, с нами ведь лучше. Всем пока.